Если вы не можете прийти к доктору, он сам придет к вам. Бригада врачей из центральной поликлиники Заполярного района неделю провела в Каратайке. Медицинские специалисты в рамках проекта «Красный чум» провели осмотр местного и кочевого населения. Подробности в репортаже Александра Усачева. Очень хорошо. Вот, на удивление. На удивление я худого не вижу ничего у вас. Согласитесь, приятно услышать такое от врача, когда тебе уже за 70. Зоя Чупрува много лет отработала в Каратайском колхозе «Дружба народов». Сегодня Зоя Даниловна на пенсии, помогает детям, воспитывает внуков. Не забывает и о своем здоровье. Регулярно ходит на прием к терапевту в местный ФАП. Когда узнала о прилете районных врачей, сразу записалась на прием. Первый этап диспансеризации выполняли силами своих специалистов. Измерили артериальное давление, подготовили анкеты, сверили списки по проведению флорографического обследования. Народ был готов, и они каждый раз поджидали, интересовались, когда приедут. И, в общем-то, результат таков, что полные кабинеты, коридоры посетителей, которые буквально ломились к нашим специалистам. Чтобы обследовать жителей Каратайки, в поселок прилетела целая бригада врачей. Кардиолог, отариноларинголог, стоматолог, специалист УЗИ, окулист, плюс медперсонал. Всего 18 специалистов. «Красный чум» – проект, в котором в нашем округе реализуется шестой год подряд при поддержке нефтяных компаний «Тоталь» и «Лукоилкоми». За неделю работы в Каратайке врачи обследовали всех воспитанников детского сада и школы. И практически каждого второго взрослого жителя поселка. Из этих 150 человек сейчас предварительно можно так сказать, что человек 15 нуждаются в оперативном лечении. Сейчас мы уже проговариваем со специалистами, которые остаются здесь дальше работать на местах, какие направления, в какие лечебные учреждения им необходимо выписать, кого направить. Основная масса – это в окружную больницу, но уже пару человек, мы знаем, что нужно направить в областной центр города Архангельск, в онкодиспансер, в областную клиническую больницу. Но все же главные пациенты специалистов «Красного чума» – оленеводы. И их семьи, которые ведут кочевой образ жизни. На приеме врачей побывали и оленеводы общины Ямпто. А практически 100% кочевников СПК «Дружбы народов» прошли флюорообследование. 9 чумработниц посетили курсы по оказанию первой медицинской помощи и получили медицинские аптечки. Кроме того, экспертная комиссия числа специалистов передвижной медицинской бригады выдала справки на право владения оружием и управлением транспортным средством. На этой неделе врачи «Красного чума» будут вести прием населения в поселке Харивер. Александр Усачев, Телеканал «Север». Александр Усачев, Телеканал «Север»